Итак, Венеция. Сегодня Венеция. И пока мы ехали в Венецию, мы попали в очень такой солидный ливень, но он быстро кончился. И уже прибыв на причал, тут уже было сухо, тепло и даже начиналось становиться жарко. Было очень много народа, вот эти биотуалеты, они практически, ну как-то даже странно, что в Венеции такие туалеты для туристов. И вот это уже почти Адриатическое море. И вот такие интересные у них там стоят причальные столбы. Сначала я даже не понял, для чего они, а оказывается, между ними загоняют кораблики. В Венеции есть свой аэропорт, и даже есть такая, кому лень на автобусе ехать туда долго, можно на самолетике прямо в Венецию прилететь. Есть такая экскурсия, доставка самолетом туда. И наш кораблик. Было тепло, и мы сразу проследовали на верхнюю палубу. Открывается замечательный вид с верхней палубы. Реально замечательная. Вода такая, уже зеленоватая, как в Адриатике. Очень приятный цвет в реальности. И вообще воздух такой, ну, приятный. Реально приятный воздух морской. И небо, конечно, голубое. Все как-то воспринимается на отдыхе по-другому. Не так, как дома. Движение в канале, не в канале, вот в этом заливе, так скажем, перед Венецией, в этом очень активное движение. Чем ближе мы подходили к Венеции, к самому городу, тем заметнее становилось вот это количество корабликов, суденышек, всяких яхт. Ну, то есть, вот сейчас будет видно, что очень их много там в Питере, вот когда я был там, там значительное движение скромнее, чем тут. Вот, там уже вдали видны куча суденышек всяких. И это еще не самый сезон, что называется. Это так, вот такси такие там бегают, да, коричневые, симпатичные такие, лакированные, блестят. Какой-то такой вид открывается, ну, все реальный, на воде стоит город. Настолько низко стоит на воде, то есть, ладно бы, там как-то причалы какие-то были высокие, набережные. Нет, он прямо вот тут же каждый 30, нет, сейчас скажу, да, 30 раз в год Венецию заливает по колено водой. Это 50 недель и 30 раз в год, то есть, почти через неделю на площади этой стоит вода, на этой площади, где мы сейчас стоим. И буквально за 5 дней до того, как мы там были, вот площадь стояла под водой. Туристов с разных стран очень много, каких только людей там не увидишь. И индусов, и турок, в общем, перечислять нет смысла. Центральная и крупнейшая площадь в Венеции, это площадь Святого Марка. Там вот есть часики интересные, которые работают уже, черт знает, сколько лета там. В дальнейшем. Собор Святого Марка. Действующие часы, и вот время показывает точно. И эти стучат тоже в точное время, лупят по этим. Вот это кафе на улице, если ты туда сел за столик, там играет музыка живая на площади, ты попадаешь сразу как бы на прослушивание музыки, 6 евро платишь. Тебе официант приносит кружечку кофе, и ты попадаешь еще и на кофе. То есть, стоит только положить попу на стульчик, и ты попал на деньги. Это самый старый кафе в Венеции. Спасибо, большое, спасибо. Сейчас тоже вытаскиваю. Спасибо. Гондолы тоже выполнены в таком стиле, шикарном вообще. То есть, они лакированы, внутри такой, ну там, паркет-непаркет, но очень красивый пол. Сиденье обито или кожей, или мехом. Ну, то есть, каждая гондола, это какое-то произведение искусства. У каждого гондольера она своя. Ну, вода в каналах, конечно, отличается по цвету даже. Узенькие, аккуратненькие такие улочки. И вот надо всегда помнить, что, между прочим, в этом городе еще живут люди. То есть, вот это окошко открывает человек, и у него под окном стоит вот эта лужа, немножко с такой зеленоватой водой. А когда не было водопровода в Венеции, вот эти колодцы, они фильтровали дождевую воду. Ну, то есть, шел дождь, набирался вот этот колодец, там специальные песочные фильтры стояли. Ну, песочек насыпан. Вода фильтровалась, и вот они этим пользовались. Это оперный театр, который горел в Венеции три раза уже. И, как шутят венецианцы, видимо, вот уже и четвертый раз он сгорит. Кофеюшки, как видите, народу мало, но мы не попали в самый сезон. Поэтому, вполне может быть, из-за этого погода еще прохладненько была. Но вот в этот именно день, когда мы были, очень тепло было. Пришлось даже раздеться. Но представить, как там живут люди, вот видите, какая водица. Из города уезжают также люди. Население города сократилось очень сильно. Молодым нечем заняться. То есть, 85% заняты на туристической сфере, обслуживание. Вот видите, ступеньки зеленые. Эта вода поднимается регулярно на эти ступеньки. Поэтому на островах где-то какое-то производство есть, но очень его там мало. А улочки такие есть улицы, где 55 сантиметров ширина его всего. Поэтому в этих домах живут люди. И фактически они могут через улицу поздороваться даже из окно в окно. А когда там солнце бывает, вообще непонятно на этих улицах. То есть, когда вот в этот период солнце светит, так вдоль улицы, но оно там бывает. А так оно сразу уходит, и все, солнца нет. Вот это дверь в чей-то дом. Горожане очень недовольны, когда там много туристов. Приходится все время протискиваться сквозь толпы туристов к собственной квартире или дому там. То есть, в этом минус определенный. Вот по этой башне когда-то взобрался какой-то богатый гражданин Венеции на коне наверх гости. И пришлось напоить коня, чтобы он спустился по этой башне. И после этого был принят закон, что подниматься на конях по башням запрещено в Венеции. Ну вот это опять же дворики. Опять же узкие-узкие улицы Венеции. Но ходить там интересно, потому что очень много видишь того, чего в реальной жизни просто не встречается. Это просто прошел кофеюшку. Вот такие кофеюшки. Они там тоже на каждом углу. И вот опять видим колодец. Сейчас они как бы не используются. Но раньше в этих колодцах стояла питьевая вода. Это центральный такой канал. Тут вся жизнь проходит. На этом канале привозят товар. Туристы отсюда выезжают. Такси ходят. В общем там все для туристов. Очень много всяких сувенирчиков. Туалет за полтора евро. Вот этот туалет. Обычный с виду туалет. То есть там... Я вам честно скажу. Ничего необычного. Но вот полтора евро вход в этот туалет. Ну вот скорая. Вот такой открывается вид. Это как проспект у них. То есть здесь вместо асфальта вода. А так в принципе обычный город. И как нам рассказывали. Очень маленькая преступность. Несмотря на то, что город вот такой вот... как бы с виду опасный. Там улочки тоненькие. Такие проходы. Там куча мест, где тебя можно стукнуть по голове. И оставить. Но при этом преступность очень низкая. Ну потому что там никуда не денешься. Вычислить тебя очень просто. Для особо прокладавшихся сейчас пиццу купим, поедим. Можно прямо на ходу тут, не отходя от кассы. Ну вот быстрый перекус. Народу моря. Ой. Венеции. Пицца называется Салями. Ну что-то тут есть от Салями. Снимать в этом зале было запрещено. Ну и сунулся с камерой там. Ну там служба шла. И короче не стал я там бродить. Просто вот так вот снял. Да, в Венеции сувениры. Вообще тут все. Вот кружечки 95, 65. Стекло венецианское. Дорогущие. Вот всякие украшалки. По 10 евро крестики. Бокалы 38, чашечка 12 евро. Ну в общем тут только воздух бесплатный. Как нам экскурскаут сказал. Это правда. Ну что ж, у нас свободное время. Мы гуляем по Венеции. По узким улочкам. Нам рассказали очень много про Венетора. И теперь мы идем на площадь Сан-Марко. Сказали, если заблудитесь, любому прохожему спроси Сан-Марко. Он тебе подкажет. А хотя прохожие все не местные. Короче тут заблудиться проще плюнуть. Поэтому мы используем навигатор. Вот данные. Довы капаются. Капаются. В общем покататься стоит 20 евро человека. Желательно скооперироваться. Три. Три. Втроем. Если втроем, то получается 60. Если один, платишь 60 евро и катаешься. Забили кофеюшек всяких. Вот они прям такие. Два квадратных метра кофеюшка. То есть заходишь, покупаешь и выходишь. Маленькое все маленькое. Вот оно такое все маленькое. Тут макароны всякого рода. Мы же в Италии. Сан-Марко собор. Короче живая очередь. Все стоят бесплатно. Ну просто надо дождаться своего времени. А не такая большая очень. Смотри. Ну вот мы все ближе к поездке на лифте. На лифте что-то пошло не так. И лифт у нас заклинило одну дверь. То есть там так устроен лифт. Когда поднимаешься наверх. Открываются сразу с двух стен двери. В одну дверь заходят люди. А во вторую дверь выходят люди, которые приехали. То есть один тот же лифт везет наверх и вниз. Один всего лифт. И вот мы видим башню. Это 105 метров. Мы поднимаемся наверх. И вот сейчас мы видим, что пам-пам-заклинило. И нам пришлось выходить туда же, куда зашли. А вот та дверь прямо. Она не открылась. И вот мы сейчас будем пропихиваться сквозь желающих погрузиться в лифт. Они вот стоят, видите, у двери. Ну то есть вот отказы лифта тоже бывают. И хорошо еще, что так просто дверь заклинило. Потому что лифт работает не останавливаясь. То есть он постоянно возит вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Целый день. По-моему, 8 евро стоит один подъем. Вот. Ну на одного человека. Шикарные виды открываются, конечно. Там фотки можно посмотреть. Красиво. Хороший солнечный день. Видно очень далеко. Чем-то напоминает Петербург сверху. Ну просто тут город, конечно, старый. Тут мало построек таких больших. В основном дома, 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 дома. Поэтому все такое, рыжие крыши, черепица. И все. Нигде не видел крыши из железа. Ронило, чтобы было. То ли итальянцы себя так уважают, то ли могут себе позволить черепицу. Но даже в новых постройках я не замечал, чтобы там кто-то с железом крышу крыл. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уходить из Венеции не хочется, честно сказать. Такая атмосфера хорошая. Такое, как это сказать, намоленное место, что называется. Столько интересного, столько приятного. Столько экзотики для нас. Вот такие такси надо сфоткать. Ну вот, мы направляемся уже к дому. В смысле, к автобусу. Находились, не снимались, побывали на колокольне. Попали в такую раздачу, что чуть-чуть не оглохли. Упс. Ну видно, что тут народа... Упс. Народа очень много. Все фоткаются. Это, короче... Тут селфи, наверное, самое любимое занятие. Одни селфи. Селфи, селфи. Все друг друга фоткают. Ну и вот. Селфи. Селфи.